Его применяют космонавты и спецназовцы, спасатели и врачи. Используют профессиональные спортсмены. О нем знают знаменитые актеры, режиссеры и писатели. Им увлекается молодежь, пенсионеры, дети и телезвезды. Он помогает в чрезвычайных ситуациях, в самую трудную минуту, когда под рукой ничего нет, ну или почти ничего. Он пригодится в пробке, в переполненном транспорте, перед экзаменом, а может свиданием или ответственной встрече. Вот так он сведает, перзян, аж три сведает, даже три, распорядочное число ускорится. Применив его, можно удвоить силы, быстрее восстановиться, подключить аптеку собственного организма и скорее пойти на поправку. А можно активировать свои творческие способности, пробудить спящие таланты. Поэтому его еще называют методом гениев и чемпионов. Он повышает эффективность боевых искусств, восточных практик, медитации. Однако наш, отечественный метод, намного быстрее и проще. Судите сами. Это синхрогимнастика. В отличие от обычной зарядки, аэробики, механической физкультуры, эти несложные приемы делаются синхронно внутреннему состоянию человека в данный момент, благодаря чему получается фантастический эффект. Синхронизационная гимнастика позволяет снять любой стресс, нервно-мышечные зажимы и войти в особое состояние для саморегуляции организма. Синхрогимнастика – вспомогательная часть методики, которая называется «Российский метод саморегуляции – ключ, открывающий безграничные возможности человека по управлению собой, своим телом и разуму». Изобрел его психофизиолог из Дагестана Хасай Алиев. Этот фильм интерактивный, обучающий. Если прямо во время просмотра делать легкие ключевые упражнения, можно сразу же получить наглядный эффект, в зависимости от своего желания. Например, снять стресс, нервно-мышечные зажимы, успокоиться, расслабиться. Или наоборот – взять себя в руки, сосредоточиться, настроиться на боевой лад, почувствовать прилив свежих сил, вдохновение. Это абсолютно безопасно, ключ одобрен Минздравом и очень полезно для организма. Ощущение более ярких, вот, цвет, восприятие, запахи, как бы вот все. Во-вторых, ну, вот эта доброжелательность, скажем так, она из зала пошла. То есть, вот реально, ощущение из зала, желательно, да. Да, просто комфортно. Да, просто комфортно. Для начала просто подумайте о своей мечте, о том, каким, какой вы хотите быть. Ты мечтала, что-то? Да. Вот когда ты себе это мечтала, ты есть одно с какими-то осознаниями, что вообще такое? Нет. Представьте, какими способностями и качествами вы хотите обладать. Слова не важны. Просто представьте себе это, как сбывшееся желание. И сформулировав мечту, используйте ключ к ней. Ваш метод ключа. Я не отдыхал? Нет. Вот сейчас первый раз. Да. И можно не ждать нового года. Можно не ждать нового года. И все. Я сам тоже мечтал, что рисовать буду только шедевр, и впервые в жизни тот почувствовал, что хочешь рисовать. Блок сомнения в себе исчез. Я говорю, нету, вот таких понятий нету ни в Индии, ни в Китае, ни где таких понятий нет. Это все наше. Да, и простое. Потому что только мы такие, да? Чтобы сразу их без усилий, да? Да, легко и просто, да, и что-то делать, да? Чтобы все сводить по щучьему бюлению. Ну да, по щучьему. Конечно. Ключ, открывающий суперспособности, был создан Хасаем Алиевым в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в 1981 году. Специалисты звездного городка решали трудную задачу. Как снимать стресс и восстанавливать силы пилотов в условиях невесомости и перегрузок? Методы, пригодные на Земле, например, гипноз, было невозможно использовать на орбите. Тогда молодой психолог из Дагестана, выпускник Махачкалинского мединститута Хаса Алиев, который уже изучал и применял гипнотерапию при лечении пациентов, предложил революционную идею. Что, если космонавты будут сами вводить себя в некое особое состояние для отдыха? Вскоре выяснилось, что с помощью такого трансового состояния можно настраивать, программировать свой организм не только на расслабление и отдых, но и наоборот. В нужное время можно мобилизовываться на трудную работу в тяжелых условиях, причем с более высоким результатом, которые обеспечивают боевой настрой и прилив свежих сил. Космонавты назвали полюбившуюся им методику доктора Алиева «ключ к себе», к своим возможностям, или просто «метод-ключ». Затем это было утверждено Минздравом СССР в 1987 году, затем пошло по оборонным предприятиям, в особенности по электронной промышленности. Я работал, например, в производственном объединении «Позиция». 15 тысяч женщин, работающие с микроскопами, с помощью ключа могли в нужный момент снимать у себя зрительную усталость и быстро восстанавливаться. Власти высоко оценили изобретение молодого новатора. Хаса Алиев был удостоен премии ленинского комсомола. Добровольцы, добровольцы, надо верить в мир беззаветно. Видит солнце, покой предрассветный, только там можно счастье найти. С конца 20 века методика развивалась и совершенствовалась. Ключ был запатентован. Хаса Алиев написал десяток книг, которые переведены на многие иностранные языки. Автор синхрометода награжден сотнями почетных грамот и дипломов. Ключ даже включен в Российскую книгу рекордов, аналог книги Гиннесса, как самый быстрый метод снятия стресса и восстановления. Несмотря на это, имя Хаса Алиева долго было не знакомо широкой публике. Ученый был связан с закрытыми проектами и спецслужбами. После космонавтов были разведчики, военные, сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, которых он обучал. Иной раз прямо в поле, в окопах, на блокпостах. Спецназовцы делают ключевой стресс-тест. Это проверка состояния по методу ключ. Насколько человек раскрепощен или в стрессе. Для этого нужно представить, что ваши руки расходятся в стороны. Или притягиваются, как магниты. Кому как проще. Но делать это нужно без физического усилия. Посылать рукам сигнал мысленно. Поднимите руки, у кого получилось то, что вам показывают психологи. Поднимите руки, у кого получилось. Я вас поздравляю. Если руки пошли, полетели. Человек уравновешен. Нет, нужна разгрузка или синхрогимнастика. У нас очень важно наличие методов, специальных методов подготовки военнослужащих для ведения боевых действий и осуществления профессиональной деятельности в очень тяжелых условиях. Постоянно нахождение на грани возможностей человеческого организма. Вот антистрессовая подготовка, которой мы занимаемся и которую проводим. И метод ключ позволяет это делать на автомате очень быстро, особо не задумываясь. И применять этот метод практически в любых условиях. Он эффективен в системе своей работы тем, что он позволяет очень быстро его применить. То есть трудозатраты на его применение очень короткие, маленькие. Вот. И отдача наступает, ну, моментально, тут же. Вот это уже подготовленный человек, который может легко регулировать своё состояние. Нет таких методик, которые помогают человеку более комфортно себя чувствовать. В процессе работы я перевернул довольно-таки много литературы, потому что это практически единственное, что у нас ещё может оказать действенную помощь. Потому что все остальные методики, они не адаптированы. Вернее, адаптированы, как, может быть, узкий, кастовый характер. А именно общедоступные методики. Ну да, есть, пожалуйста, техники релаксации, есть техники автотренинга, пожалуйста, Шульцевского. Но без специалиста, без кропотливого труда это очень тяжело их воспринять. К сожалению, те методики, которые вы перечисляете, требуют и для тренировки специальных условий. Очень длительная тренировка. Там нужны комфортные условия, там даже в аутотренинге и поза-то нужна комфортная. Или сидя, или лёжа, там выключают свет, включают музыку, человек релаксируется. И вот такие методы очень трудно потом применить в реальных рисковых условиях жизни. А эта методика в этом отношении оперативная. Вот у нас много случаев было, когда мы экстренно помогали в различных ситуациях. Доктор Алиев готовил персонал для операции по подъёму затонувшей подлодки «Курск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что у тебя сегодня поменялось после нашего лечения и занятия? Что поменялось? Настроение лучше. Громче скажи. У меня лучше настроение. А ты из группы пострадавших? Да. Попробуй, как это делается. Ну, сделай любой из этих приёмов. Так? Значит, она сосредотачивается. На чём она сосредотачивается? На чём ты сосредотачиваешься? Сосредотачивается на том, что руки сами поднимаются наверх. Правильно. То есть она пытается включить автоматическое движение в руке. И они начинают сами подниматься. А ну покажи, как это делается. Смотрите, она сосредотачивается. Это метод для суперменов. Он тренирует способность сосредотачиваться. Вот, 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 смотрите, как рука пошла. Это не обычное движение. Это не просто так она поднимает. Она сосредоточилась, начала поднимать. И теперь в этот момент, когда движение пошло, теперь она может сама себе сказать. Что ты можешь себе сказать? Я сильная. Я сильная. Я здоровая. Я здоровая, я крепкая. Всё будет хорошо. То есть в этот момент каждый из вас может сам себе заложить очень хорошую оздоровительную такую программу. Представим, что руки сами принимаются. И когда сосредоточишься, руки сами начнут. И ты про себя будешь говорить. Я красивый. Я молодец. Я здоровая. Цель всей вашей работы. Всей нашей работы сегодняшней, вот с этими детьми. Чтобы они пришли домой и знали, как пользоваться этими приемами и в нужный для себя момент могли себе сами помочь. Это особенность метода ключ. Главная сфера его применения – чрезвычайные условия. Там, где невообразимы психоаналитики. А что было до этого? Что значит улучшилось? Как было у тебя всё это время? Как стало? Я боялась. Боялась. А теперь? Ты не боялась. Молодец. Кроме этого, важная особенность методики Алиева – она работает не только постфактум, но и превентивно, позволяет заранее подготовиться к неожиданной стрессовой ситуации и даже снизить болевой порог. Но тут нужен навык. Ключ отлично помогает настроиться перед важным испытанием. Например, перед соревнованием. Хасай Алиев обучал и помогал завоевывать чемпионские медали выдающимся спортсменам и целым командам. Среди его друзей и учеников – борцы. гимнасты, яхтсмены, парашютисты, хоккеисты, футболисты и шахматисты. Ключ помогает как штангистам, так и шахматистам. Согласен чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Надо понять, что твой соперник понимает о себе и понимает о тебе. И привязать это к твоему пониманию соперника. То есть, здесь несколько витков подготовки. Глубокий анализ неприемлем для дайверов. У них противоположная задача. У нас главная цель – это сэкономить кислород. И у нас цель – минимизировать потребление его мозга в первую очередь. Потому что, когда мы напрягаемся и думаем о чем-то, это очень много потребляет кислородом. Поэтому у нас задача стоит во время ныряния не думать ни о чем, кроме каких-то технических моментов. У нас есть методика дегонстрации внимания, так называемая, которая позволяет поймать это состояние недуманий. Метод ключ открывает доступ к глубинным резервам и возможностям человека посредством самовнушения, управляемого транса. В различных учениях это особое состояние безмыслия называется по-разному. Абсолютный покой, Божья благодать, нирвана. При этом происходит восстановление истощенных клеток головного мозга, релаксация, освобождение от страхов и стереотипов. Если до этого представить целевую задачу, образ желаемых изменений в себе, во время транса эта идея приобретает силу программы для мозга, которая отдает соответствующие команды организму. Например, включаются мощные ресурсы, не задействованные в обычном состоянии. И главное, войти в это особое состояние посредством ключа во много раз быстрее, чем в любых других практиках. Благодаря методике Алиева скорее заживают порезы, травмы, так как подключается внутренняя аптека организма, ускоряя восстановление клеток, оздоровление в целом. Я работал с академиком Федоровым Святославом Николаевичем в микрохирургии глаза. Я готов хирургов, чтобы они меньше уставали на конверных операциях. И самих больных, которые шли на конверную операцию, которые очень его боялись. И вот оказалось, что после такой антистрессовой подготовки глаза у них были мягче. В 30% мы сняли потребность в лекарствах седативных, электроокализаторах, аналгетиках и так далее. Ключ найти, заказать себе проснуться там, заказать, чтобы кто-то позвонил. Ну так, шутя играли. И вдруг наш коллега объявляет. Я разогнал, рассосал, растворил себе опухоль в легких. Вот тут уже мы задумались, что действительно методика очень серьезная. Ну и начали заниматься... Вы тоже можете обучиться базовым приемам метода ключ прямо сейчас, смотря этот фильм. Причем у самого автора, Хасая Алиева. Безошибочно и бесплатно. Как, например, это делает Наташа. Сначала нужно пройти ключевой стресс-тест. В любой момент за 5-10 секунд проверить, насколько ты зажата, или ты везунчик, у тебя сейчас все будет получаться. Перед любой серьезной обстановкой, перед сдачей экзамена, перед танцем, перед выступлением, перед собеседованием, ты вот выходя из дома можешь сразу проверить. Смотри, держи ручки вот так. Свободно, свободно. Нет, 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 еще свободнее. И воображаешь, что они расходятся в разные стороны. Как бы сами по себе, но по твоему желанию. О, пошли, 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 пошли. Да, интересно? Я ничего не делаю специально. Ну, а как же, потому что это рефлекс. Ты воображаешь, образ вызывает реакцию. Ну, ты когда думаешь, например, о лимоне, лимон вызывает реакцию слюны. Думаешь о движении, возникает рефлекс. Ощущение, что между ними магнит. Да, да, да. А теперь представь, что они друг к другу. Друг к другу. Представь, что они притягиваются. Вот мы видим, что у Наташи, ну, хоть она и делает первый раз, мы видим, что она достаточно уравновешенный человек, слава тебе, Господи. Вот. А если бы она была зажата, они бы не шли. Да, они бы не шли. А теперь опусти, пожалуйста, и представь себе, что они поднимаются наверх, всплывают. Да, это называется... Ого, молодец, какая. Интересное явление, да? Вот на фоне этого явления, да, конечно, не сама. Это автомат рефлекторный, но по твоему желанию. Теперь все твои желания начинают исполняться. Ты создала ниточку связи между умом и телом, и на фоне этого, если помечтаешь о желаемых переменах в себе и в своем будущем, они точно так же начнут исполняться. С помощью ключа можно формировать желаемые качества и даже черты характера, в чем лично убедились и многие известные артисты. Актерам нужно полностью перевоплотиться, ощутить себя иной личностью, думать по-другому, двигаться, говорить. Для этого нужно раскрепоститься, сбросить нервно-мышечные зажимы, сделать это быстро и легко. Помогает метод «Ключ», что подтверждает опыт наших выдающихся артистов. Включая Михаила Ульянова и Людмилу Косаткину Изучив ключ, я могу действительно управлять собой, говорит Александра Маринина. Могу не разозлиться и сохранять спокойствие и рассудительность, хотя прежде в аналогичной ситуации сразу бы вышла из себя и наговорила резкостей. Подполковник-криминолог. Да что за глупость, я подполковник-криминолог. А тот, кто путает криминалистику и криминологию, это его личное большое горе. И еще одна хорошая новость. На пути к вашей мечте с помощью ключа вам не нужно терпеть физических лишений и моральных страданий. Наоборот, с улучшением самочувствия и самоощущения вы будете приобретать больше радости, мудрости, сил и желаний. Солнце или свет, и закрытое окно, и вы раздвигаете шторы. И вот я только первый раз раздвинула шторы, и все. И мои руки сами пошли двигаться под музыку. И теперь это очень просто. Я вхожу в такое состояние. Несколько раз было такое состояние, когда я окончала ключ делать. Я очень, когда минут 15, не могла выйти с этого состояния. Оно было очень необычно, но мне не хотелось с него выходить. Мне было очень приятно. Я была в квизисе глубоком. Я уже не могла сочинять. И вдруг я убила Хосея Магомедовича Амиева в интернете. И это меня совершенно потрясло. И его упражнения такие простые. Ими может воспользоваться любой. И ребенок, и ученый, и взрослый, и артист. И они открывают невероятные возможности. Подключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Как же попасть в это чудесное особое состояние с помощью ключа? В состояние свободного сознания, в котором исполняются желания, заживают болячки, и приходит творческое озарение. А теперь вообразите, что вы летите над облаками. И много-много солнца. И вас несет над облаками, и много-много свежего воздуха. И вот полетел, полетел. А почему некоторые люди... Вот Джек Николсон, гениальный актер. А потому что он легко входит в это состояние. Он что вообразит, у него происходит. После этого фильма вы можете побывать в таком состоянии ключа, почувствовать прилив свежих сил. А некоторые найдут неожиданное решение проблем, давно не дававших покоя. Смотрите и убедитесь на примере наших добровольцев. А будете делать упражнения сами? Сами почувствуете эффект, сравнив свои ощущения до и после. Можете не верить. Ключ работает автоматически, как образ, вызывающий рефлекс. Итак, идиорефлекторные действия. Например, я представил идею, что руки пошли. Или представил лимон, и у меня слуня пошла. Или представил, что руки поднимаются. То есть, если я нашел образ, вызывающий рефлекс, между психикой и организмом возникает согласие. Напряжение падает, и я выхожу на это состояние. Это большой секрет. Наш фильм интерактивный. Приглашаем вас вместе с нами пройти ключевой стресс-тест на раскрепощенность и освоить упражнения синхрогимнастики для снятия зажимов, чтобы пользоваться ими перед любым делом, для которого вам нужна уверенность в себе. Итак, сначала стресс-тест. Представьте, что руки расходятся. Как хотите, закрытые или открытые. Но если они открытые, рассеянный взгляд. Чтобы глазами не бегать туда-сюда. О, как пошло. А теперь в обратную сторону. А теперь представьте себе, что они махают вот так. Да. Сейчас она будет как птичка. Представьте, а? Представьте или делайте так. Нет, надо представлять. А зачем? Механически любой человек может сделать. А надо вызвать связь между умом и телом. То есть стать йогом в этот момент. О, полетело, полетело. Вот посмотрите, как интересно. И как только пробное желание возникает, снимается напряжение, и могут уже осуществляться, и не только пробное желание. А у другого человека, когда он пробует стресс-тест, ну, настолько образ он не может себе создать, потому что он во власти другого образа. У него стресс. Он, например, думает, мама больная, там, или ещё что-то, или вот мне надо куда-то торопиться. А этот доктор, он что-то мне тут рассказывает. Сделаю вид, что я его слушаю внимательно, потому что я из вежливости пришла, а сама думает о другом. И тогда у него не получается. То есть вот этот стресс-тест каждый человек может использовать для того, чтобы понять, у него сейчас сознание свободное, или он висит на крючке проблемы. Так если он висит на крючке проблемы, значит, надо напряжение снять. И тогда он берёт и делает то, что делает человек в напряжении. Он начинает совершать повторяемые действия. Ну, кто-то ногой качает, а я вот возьму, вот так просто буду делать. Вот. И делаю повторяемые действия, а сам думаю о проблеме. Я на крючке проблемы висю. Всё, висю на крючке проблемы. И тупо делаю просто повторяемые действия, которые мне легче делать в этот момент. А мне, например, не легче вот это действие, у меня спина болит. Тогда мне легче вот другое упражнение делать, например, лыжник. Да, или хлёр. Я нахожу для себя повторяемые действия, которые мне легче делать. И делаю, и делаю, и делаю, и вдруг я замечаю, что мне все пофигу. Я опять же вышел на это состояние, там тоже та же пустота. Я могу туда положить то, что я сам хочу. Вот главный момент. Делая ключевые упражнения, мечтайте о желаемых переменах в себе. Это и есть ключ к вашей мечте. Да, у кого глаза закрыты, закрыты. А у кого открытый взгляд рассеянный, смотрим, как пустоту. Такое интересное состояние. И представляем себе живенько, как руки расходятся. Вот когда они пошли, вот оно пошло, пошло, пошло. И в этот же момент вы начинаете сами себе говорить, я молодец, я хорошая, я красивая, у меня все будет хорошо. То есть в этот момент ты уже закладываешь туда себе свой аутотренинг. Ты можешь проводить на фоне этих ключевых приемов любое самовнушение, потому что организм открыт для его принятия. И это потрясающе, когда вам не нужен. Ни удобное кресло не нужно, ни тишина не нужна, ничего. Вот летишь в самолете, а после нескольких тренировочек, таких, которые вы дома сами сделаете, вы летите в самолете, например, вам даже руки разводить не надо. Шум моторов, там турбуленция, страх божий, вдруг упадем сейчас. А вы вспомнили, как вы это делаете, и вдруг заметили. Вам стало спокойно, 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 потому что это точка аккоры. Но ее надо сначала дома потренировать. У кого не получилось, мне нужен двоечник, потому что я покажу, как снять вот этот момент, когда вы висите на крючке другой какой-то проблеме, и не можете представить себе желаемое действие. Поднимите ручку, у кого не получается, идите ко мне. А вы садитесь, спасибо. Проведем эксперимент. Если стресс есть, от него нужно освободиться, сделать разгрузку. Давайте посмотрим, как быстро может снять стресс по методу ключ обычный человек. Не спортсмен, не спецназ, а, например, женщина. Полная забота. Это закрытая часть синхрометода. Частично обнародуется согласие автора Хасая Алиева. Шкала стресса 10 – это шторм, а 0 – это тишь и благодать, это нирвана. Вы на каком сейчас уровне? На семерке. На семерке, да, на семерке. Поэтому ей трудно представить, что руки расходятся, потому что она там думает о своем. Ну, раз трудно так выйти на автоматизм повторяемых каких-то действий, давайте выйдем механическим путем. Вот это и есть важная часть. Если у человека ключевой стресс не получается, мозг не освобождается, крючок проблемы мешает, то мы просто будем тупо механически делать, да, что мы, собственно говоря, в жизни делаем. Когда вы по телефону разговариваете, например, и вдруг вам задали вопрос, и вы должны быстро сообразить, какое решение принять, вы начинаете чаще ходить по комнате. То есть вы снимаете лишнее напряжение повторяемым движением. В данном случае вот таким образом. Не надо расслабляться, она сама вас расслабит. Эта штука, в отличие от практической психологии, которую нам все советуют, 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 переписывают друг у друга, только когда тебе плохо, думая о хорошем, да, а как думать о хорошем, это мы после тарактов людей вынимаем, он не слышит никого. Вот сына убили, дочь убили, а психолог говорит, а ты думай о хорошем. Ну как же можешь думать о хорошем, если он только начинает о чем-то думать, а ему сразу опять вот эта картина ужасная. И тогда мы говорим просто, стой вот так, думай о плохом. Как это, думать о плохом? Ну, а же так не учили. А ты думай о плохом, но делай вот так. Делай повторяемое движение, давай. Да, да. Делай повторяемое движение и думай, о чем думается. О плохом думается, думай о плохом. О своей проблеме думай. Не о плохом, не о рабочем. О рабочем? Не о очень плохом. Ну, о чем хочешь, думай. Просто делайте вот так, как вам проще. Полную разгрузку я вам показывать не буду. Делайте, делайте. Я вам покажу элемент, чтобы вы поняли идею. Потому что полную разгрузку тоже делают только под руководством специалиста, который у нас проходит подготовку. Потому что там есть нюансы. Потому что вдруг у человека у тебя появится улыбка. И у тебя две половины мозга разомкнутся. Связи между ними, которые были там узелочками связаны, но никак тебя не отпускали. О чем бы ты ни думал, а там этот узелочек, проблем. Связи разомкнутся. Тебе станет все ровно. И у тебя появится ощущение, как называется, позитивного мышления. А вот теперь возьмите. Мы брали 7 у вас было. На шкале стресса 10, там до нуля. Вы сказали 7. А сейчас сколько у вас? 4. 4. Снизилось напряжение. А теперь попробуйте, чтобы руки пошли. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да, я сейчас заметил, что ей хочется ручки опустить немножко. Опустите, нет. Вам мешает вот эта штука. Она не мешает. Нет. Это видно, что она мешает. Потому что, когда руки идут, она здесь ощущается. Да, и у вас появляются идеи, да, что что-то... Вот, пошли, пожалуйста. Да, да. Ну, а как же, посмотрите. Да. Вот они идут. А вы знаете, чем вы занимаетесь сейчас? Вам надо найти образ, вызывающий ревлекс. А вы вместо этого... Ну, это ошибки обычные. Это для всех объясняю. Что если человек вместо того, чтобы искать образ, вызывающий ожидаемую реакцию, будет думать, пойдут, не пойдут. То есть он даёт два сигнала. Да, нет. Да, нет. И говорит, у меня ничего не происходит. А вместо этого да, нет, надо сказать да и найти образ. Если так не идёт, опустите ниже. Потому что, может, вам это мешает. Может, шея болит. То есть, может, вы сталкиваетесь с конкурирующим сигналом. Либо в уме, либо в теле. А сейчас сколько? Ну, ну. Три-четыре. Три-четыре. А как изменилось ваше состояние в словах? Как вы можете это объяснить? Радостнее. Радостнее? А что это такое радостнее? Вот вы объясните людям. Они же сидят на вас смотрят. Они не видят, что у вас внутри происходит. Что изменилось? Вот вы на них сейчас смотрите. Сейчас я смотрю. Ну. Ну что, классные. Классные, да? А вы знаете, что когда напряжение падает, душа открывается? Ну, как вы знаете, что люди как выпьют немножко. Ты меня уважаешь, ты меня любишь сразу. Душа открывается. Да. Ну, вы сейчас сняли стресс, сняли напряжение. У вас тоже душа открывается без всякой выпивки. Да. Сразу появляется желание дарить, творить. И вот приехал ко мне в гости как-то, я его пригласил, японец, доктор Накамасу, который, кстати говоря, изобрел первый дептидист, трехугольное крыло для истребителя. И вообще у него на визитной карточке написано 1200 изобретений, а у Дисона было меньше. Вот он был у меня в гостях, я ему показывал свой метод ключ и так далее. Мне было интересно его психологию, потому что он изобретал, находясь в воде, в таком каком-то шаре, он себе создал какой-то шар, в батисках. И он там в этом шаре изобретал. Я его спрашиваю, что ты там в этом шаре сидишь? Он говорит, ну, чтобы изобретать, надо же, чтобы не было стереотипов, чтобы ты был свободен. Так вот, я придумал такой методик, для того, чтобы и без вот этого шара под водой, без такого, чтобы там долгим путем идти к нерванию, а чтобы коротким способом, как бы, размыкать свое состояние, освобождать его от страха, комплексов, стереотипов и других ограничений, сохраняя в себе способность детской мечтательности, а при этом мысль на заданной тему. Вот это вот сочетание взрослого ума и опыта с детской естественностью и свободой, и дает возможность создавать открытие. Поэтому, если вы дома так поделаете, несколько раз, вы заметите, что вы с людьми станете общаться более человечно. Потому что, когда человек напряжен, в каждом видит противника, в каждом видит врага, как будто его атакуют, он пытается защищаться, у него агрессия. Вы посмотрите, в Москве сколько напряженных лиц. А в Колумбии мне написали, каждую пятницу люди танцуют, а они все доброжелательные. О, как интересно, да? Хотя там тоже рабочих мест нету сегодня, там и прочее чего. Они доброжелательные, да. Потому что они в пятницу танцуют, у них как элемент культуры, танцы. Так это же в танце-то что происходит? Повторяемые движения. То есть это для того, чтобы снять напряжение лишнее, что? Пошло снять, амплитура была большая. Да, пошло же, да? Вот она уже, как говорится, раскочегарилась. Говоря языком подростков. Почему? Потому что одна из задач нашего центра защиты от стресса, дать в стране для подростков простой способ получения стрессоустойчивости и уверенности в себе, чтобы они не попадали в секты, чтобы они не пили водку, чтобы они не курили, чтобы они не становились наркоманами. Вот для чего мы работаем. Когда они вдруг узнают, как просто можно регулировать своим состоянием, снимать лишнее напряжение и быть увереннее в себе, они будут независимы. У них будет ясное сознание. Вот, 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 вот. О чем вы сейчас думаете? Внимание? Внимание? Вот чем ты лучше делаешь, ты больше приходишь к тому. Ни о чем. Громче. Ни о чем. Ни о чем. Уже ни о чем. Ноль. Вот это состояние пустое. Да. У нас? У нас. Идем? Да, я хочу вас попросить, чтобы вы сели. Вот здесь, вот здесь. Перед всеми. Да. Сделайте взгляд рассеянный. Да. Думайте, о чем вы думаете. Да. И вы сейчас окажетесь в таком блаженном состоянии, ради которого люди ходят скалы, горы, альпинисты, ради которого люди занимаются дыхательными упражнениями, там, ребефинг, там, все прочее. Ради которого люди там, что только не употребляют. Она получила это вот так. Просто. Без ничего. Вот это мощность метода. Кстати, ни на востоке, ни на западе такого метода нет. Потому что запад настроен, у него тело. Там бокс, там регби, там прочее десятое. Восток настроен, у него внутреннее состояние. А здесь мы соединяем запад и восток. Вот это вот, я думаю, что руки пойдут, а руки это уже тело. Руки пошли, и так соединяю запад и восток и открываю свою свободу. Потому что есть свобода внешняя, а свобода внутренняя. Они должны быть согласованы. И здесь я произвожу в себе это согласование. Как дела? Ну, расскажите, что изменилось? Вот вы там сидели, потом прошли, сделали эти упражнения. Что с вами за это время произошло? Громче. Сознание отчасти стало пустым. Пустым. Да, вот то, на чем человек висит, какая-то проблема. Освободилось место, а поэтому... То есть, забылось, то есть, то, на чем я была сконцентрирована, ушло? Ушло. Да, ну, может, и есть где-то, если я сейчас начну вытаскивать. Да. А если бы она еще поделала, она бы вообще была суперсчастлива, она бы пошла вас целовать. Да. Да. Спасибо большое. Вот так, прямо на глазах, можно снять стресс по методу ключ. Потому что принцип подобрать ключ себе, это не принцип пошагового обучения, как обычно. А принцип подбора путем перебора. Это не принцип обучения на основе повторения, а именно принцип подбора путем перебора, когда ты можешь быстро научиться, именно за счет того, что нет пошаговой структуры обучения, как обычно, а есть именно вот этот принцип творческого подхода. Мы даем десяток упражнений, примеров. Вы подбираете то, что вам подходит в зависимости от текущего состояния. И через это научаетесь руководить своим состоянием в будущем. Получив навыки ключа, можно переходить к практике саморегуляции своего организма. И здесь вас ждут большие и радостные открытия. Чтобы голова была свободна, а когда ты свободен, у тебя есть право выбора. Ты можешь думать уже не только о чём думается, но и о том, о чём хочешь подумать. Пользуясь состоянием, когда две половины мозга как бы разъединились, ты можешь создать образ желаемого будущего своего отношения к чему-либо. Вкусы свои, отвыкание от привычек, от страстей, от страхов. Потом опять как бы соединяется, получив эту программу. Бывает, ребёнок не доспал. В школе сидит на занятии. Пик напряжения. Раз. И она уже сидит. Думает о своём. И голова пустая. И учительница подходит, линейка ей по обуви. Петрова, ты где? Бах она, а! Вот понимаете? Пик напряжения. У неё тоже такое состояние возникло, как у нас момент задумчивости. После этой усталости, уроков, недосыпа, она отключилась. Условно говоря. Так вот, если бы она отключилась по своему желанию, а не потому, что мозг сам её выключил из защитной охранительной реакции, это была бы Будда-Нирвана. Это Нирвана была бы. Потому что Нирвана отличается от состояния девочки, что девочка, подчиняясь инстинкту, вырубилась. А Будда, типа, по своей воле себя вырубает, отстраняется от всех задач. Девочка. Нирвана, и он видит всю картину мира целиком и находит, как к чему относиться. То есть это Нирвана. Она есть во всех методах мира по разным названиям. Это или релаксация, или автогенное погружение, или состояние медитации, или состояние великого ничто в эзотерике, там великое магическое состояние, или пустое состояние, или вообще-то нулевое состояние. А у меня в первой книжке «Ключ себе» в 90-м году нейтральное состояние. Тут, когда ты рефлекс не выдаешь, а просто так со стороны смотришь. Каждый из нас может давать другому советы, а себе не может. Почему? Потому что к себе он относится эмоционально. А когда ты вышел на это состояние пустое, нулевое, ты себе можешь дать совет. И когда ты себе дашь совет, вот теперь сразу в следующий раз, когда у меня возникнет стресс, а я там почувствую себя спокойнее, я почувствую себя увереннее, я вот такой молодец, ты себя уже можешь воспитывать. Это зависит от цели и задачи. Метод и ключ предназначен не для того, чтобы учить вас жить, жениться вам или разводиться, а для того, чтобы снять напряжение, и вы сами поняли, что вам надо делать. Он для этого. Если вам надо мышцы качать, если вы перед этим сделаете 5-6 упражнений ключевых, вы сможете нагрузку переносить легче. А нужна она вам или не нужна, это зависит от ваших целей. Люди сложных профессий понимают, как важно согласовать деталь. Иногда согласование такое сложное, что учат согласовать их на уровне более высоком, на уровне смыслов. Поэтому Суворов говорил, чтобы победить, надо, чтобы каждый солдат знал свою задачу, знал замысел генерала. Правильно? На уровне смыслов они все обсудили, и теперь не надо каждому показывать, как руку держать и как ногу держать. То есть это другой уровень. Так вот здесь, когда вы выходите на состояние разгрузки, состояние синхронизации, действий с состоянием своим, у вас происходит на уровне смыслов. Вы понимаете, что как надо делать. Вам не надо вот так вот, как по учебникам практической психологии, надо так утром это делать, или вечером это, надо сколько раз вдохнуть, сколько раз выдохнуть, надо так стоять, или так стоять. Не надо вам это. Вы на уровне смыслов начинаете понимать, кто вы, чего вы хотите, куда хотите прийти, и как это сделать проще. Для того, чтобы дети в школе ногой не качали, и пальцами не истучали, и карандаш не грызли, для этого надо, чтобы хотя бы одно-две минуты в день, они пару выпускали в удобное для себя время, например, дома. Движения самые простые, которые мы и так инстинктивно делаем. Могут любые движения по этому принципу, то есть движение должно быть, чем проще, чем легче его делать и повторять, тем оно ближе к вам. А вот когда пишут и говорят, делай вот так, а тебе это трудно, а тебе говорят, а ты повторяй, и ты научишься, старайся, и у тебя получится, и у тебя получается путь степ-бай-степ, это йога, цигун там и так далее. А если бы этот, который занимается цигуном, прежде чем выйти на это упражнение, если у него не получается эта легкость, поделал бы эти упражнения, нашел бы вот это, ой, пошло-пошло, и через это вышел бы туда, это ключ, это уже российское. Поэтому если есть какое-то упражнение в йоге там, или там в лекторской деятельности, или там где-то, которое трудно вам доступно, поделайте синхрогимнастику, поделайте ключевые действия, а потом делайте это упражнение. Вы заметите, что вы его быстрее осваиваете. Или в интернете просто наберете хасай, в любом поисковике, или просто синхрогимнастика. И там есть. Я хочу вам сказать, чем отличается синхрогимнастика, это очень важно то, что я сейчас скажу, отличается от обычной гимнастики. В обычной гимнастике человек думает о движениях, как их делать правильно. А в синхрогимнастике ты думаешь о своих проблемах. А движения делаешь так, как тебе проще. И тогда получается, что ритм повторяемых движений, например, синхронизируется с текущим состоянием для решения твоих проблем. Таким образом, это инструмент для развития личности и физических возможностей, для здоровья. А теперь обещанные приемы синхрогимнастики от самого автора, доктора Хасая Алиева. Хлёст покажи. Лыжника? Да, хлёст. Ну ты мягче делай, потому что они же еще не подготовлены. Надо нежно делать синхрогимнастику. Не надо рвать руки, ноги, шею. Мягче. Чем мягче вы делаете, тем для вас лучше. Вы потом сможете, как мастера спорта, свободнее делайте. Вот так, хорошо. Теперь лыжника, пожалуйста, покажи. Видите, когда он делает сброс рук вниз, пяточки поднимаются. Вот это и есть синхронизация между движениями. Одновременно, если человек будет нервничать, он делает чаще. Это будет синхронизация между психическими, физиологическими процессами. Расскажи, должен подбирать свой вариант. О, а тебе так неудобно, да? Да, ему так неудобно, кому-то удобно. А если коленки немножко согнуть? Попробуй вот так. Может так. Пожалуйста, кому как подходит. Надо подбирать ботинки по своему размеру, а не ходить чужих. Это будет шалтай-болтай. Так, а теперь покажи, пожалуйста, вис назад, вис передач, проходим вниз. Это очень важное упражнение. Он моделирует сейчас, Фёдор, моделирует состояние напряжения с помощью физического движения, потому что какая разница, вы на экзамене напряглись или с помощью этого действия напряглись. Да. И начинайте снимать зажим напряжения с помощью повторяемого действия. Смотрите, а если я его попрошу больше наклониться, у него тело начало трястись, потому что тело снимает напряжение повторяемым действием. Понимаете? Да. Ну, вам не надо доводить до этого. Да. Ещё раз покажи, пожалуйста. Пальцы сложи между собой. Вот так. Да. Здесь для девочек хорошо. Во-первых, мечные выравниваются, все проблемы снимаются. Во-вторых, животики нормальные. Вот так. Голову не закидывайте. Вот так не надо закидывать. Просто. И там начинаете делать повторяемые движения. То есть он создал модель напряжения. В условиях напряжения снимает напряжение повторяемыми действиями. В этот момент, мечтая о будущем, что когда попадает в условия напряжения по другим поводам, он легко у него снимается. Можно закладывать здесь. Потом делает это весь назад. Потом весь вперёд. Весь вперёд. Покажи, пожалуйста. Да. Недалеко, недалеко. Они же так ещё не тренированы. Вот так. Сколько идёт. Силой не делается. Это силой. Да. В этих условиях он начинает отпускать поясничный отдел. В момент выдоха расслабляешь спинку. А потом падаешь вниз. Вот так. Да. И всё. Одно упражнение в день. Да. Человек, который не может вот так, дальше корень согнуться, если будет одно упражнение в день такое делать, через пять дней он может доставать до полу кулаками. За одно упражнение. То есть этот метод для того, чтобы минимальными действиями достичь максимальный результат. А теперь покажи, пожалуйста. Сейчас. Я отвечу. Да. На координацию. Вы знаете, кошки падают на свои лапы, да? У них прекрасная координация. Их невозможно заставить делать, что они не хотят. И вот если вы тренируете координацию, у вас появляется самостоятельное смышление. Раз, два, три, четыре. Да? Сделай, пожалуйста. Ты же балерина. Я немного кинула. Почему? Ну, юбка не короткая. Давайте у кого не короткая юбка. Посмотри, как он делает. Федя, посмотри сейчас. Первый шаг вперёд. Раз, два, три. И назад. И приставил. Давай. Раз, два, три, четыре. Давай ещё. Раз, два, три, четыре. Молодец. Только ровно, ровно. Вот не в сторону туда, а вот здесь вот ровно. Так, вперёд. Раз, два, три, четыре. Ещё раз. Раз, два. Да, сильно не рви, потому что первый раз, а то сорвёт себе позвоночник. Мягко надо делать, мягко. Теперь обратно с другой ногой. Раз, два. Запутан. Вы думаете, это что? Это крутая вещь. И когда вы один раз в день делаете, или через день, или через два. Это пятое упражнение в синхрогимнастике, называется лёгкий танец. Да, да. Молодец. Да, да. Ну, спасибо большое. Спасибо, Фёдор. Очень важный вопрос. Это временный эффект даёт, или даёт постоянный эффект? Ну, как это, как везде. Если вы не научились и не попользовались, это временно. Один раз попробовали и ушли, сняли всё, а потом про это и забыли. А потом опять стресс на раз. Но если вы ежедневно будете делать хотя бы 5 минут, 5 минут, у вас получается уровень стресс-устойчивости. Во-первых, вы перестаёте реагировать на то, что раньше реагировали. Так сильно реагировать, как раньше. Во-вторых, у вас появляется чувство внутренней защищённости, то есть точка опор. Потому что вы всегда знаете, о чём вспомнить, для того, чтобы снять напряжение. Уже не надо делать упражнения. У меня профессор обучал группу детей заикающихся в гимнастике стрельников в нашем центре защиты стресса. Стоит ребёнок. Она ему говорит, делай вот так. А он согнутый стоит. Она говорит, выровняйся. Потому что так, говорит, положено. А он опять согнутый. Ему трудно. Я говорю, слушай, пусть стоят согнутые. Да? Она говорит, ну как же так? Ну же, чтобы он прямо стоял. Я говорю, дай ему, пусть он стоит, как он может. И он так делал, 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 и через пару минут выровнялся сам. Потому что напряжение снизилось. Поэтому много методов в мире. Все они хорошие. Но они не адаптированы к данному человеку. Потому что один человек в стрессе. Ему трудно сразу медитировать. А другой спокойно, ему легко. С какого момента начать его обучение? Ключ – это тот момент, с какого он есть. Если у него стресс, мы дали ему упражнение снять стресс. Если у него стресса уже нет, мы дали дальше. Понимаете? И все это в одном, как говорится, комплекте. Мы даем ему принципы подбора путем перебора в зависимости от текущего состояния, чтобы он снял напряжение и сам понимал, как двигаться дальше. Вот оно в чем дело. Все методы мира хорошие. Мы никогда не спорим ни с медитацией, ни с чем. Ну, ни с чем. Мы просто говорим, если перед этим методом ты сделаешь пару ключевых действий, то этот метод станет для тебя более доступным. Любое упражнение станет для тебя более доступным, если ты перед ним просто сделаешь разминку. Правильно? Разминка короткая, синхрогимнастика, где разминочные движения синхронные к твоему состоянию, как туфли по размеру. Быстро снимает сжатость и после этой разминки, а если ты это делал некоторое время, ты уже можешь и в голове сделать, и пошел. И легче танцевать, и легче выступать, и на барабане лучше играть. И любой метод медитации быстрее освоить. Надо в школе детей обучать. Надо, конечно. Это нужно всем. И они к этому придут. Они к этому придут. Ключ раскрепощает и раскрывает творческий потенциал, заложенный в каждом человеке. Вы можете открыть в себе поэта, писателя, художника, как сам Хаса Алиев, который после 40 лет впервые взял в руки кисть и начал рисовать удивительные картины. В этом состоянии мечты подключают ресурсы для их исполнения. Я представлял себе, что я рисую как великий гений. Взял кисточку и начал рисовать. И у меня пропал страх. У меня появилось ощущение, ну, хочешь рисуй, кто тебе мешает? Пропали шаблоны, стереотипы, все пропало. Вот это то состояние свободного сознания наступает в момент, когда есть гармония между умом и телом, то есть между духом и материей. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Когда у вас бывает вдохновение, запоминайте это чувство. Это же вот даже жеребята, даже котята, когда они такие молоденькие, они играют между собой, у них такая игривость, это энергия. Это энергия молодости, вдохновение. И когда вы вспоминаете себя в детстве на этом фоне этих упражнений, как вы играли, как вы там мечтали, вы возобновляете детские рефлексы, которые у вас погасли и дали возможность всяким болезням. А здесь вы опять себе можете обрести целостность. Вдохновение очень важная вещь. Поэтому когда у вас вдохновение, запоминайте его. А когда его у вас нет, вы его вспоминайте. И это будет ваш камертон самонастройки к здоровью, к творчеству. Цель этого фильма, чтобы про метод Хосе Алиева узнало как можно больше людей. Если бы все жители Земли знали про ключ, мир стал бы другим. Из него бы ушли агрессия, злоба, ненависть и воцарились терпимость, доброжелательность и творчество. Давайте сделаем наш мир лучше. Поделитесь этим фильмом со своими близкими и друзьями. Подарите им тоже ключ к мечте, которая тогда обязательно сбудется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова